ВОЛЬВА ИХСИ 60 Традиционно для скандинавского дизайна внешность в новом поколении изменилась неглобально. Фирменный стиль с характерными фарами молот Тора, как на старше XC90, доведен до современных канонов. Длинный капот, мускулистые рельефные боковины, высокая линия остекления и еще одно фирменное блюдо от Вольво. Задние фонари заканчивающиеся практически на крыше. Правда, у нового кроссовера они стали L-образной формы с более резкими и острыми гранями. В целом интерьер выглядит эффектно, спортивно и при этом стильно, без лишних украшательств и слишком ярких акцентов. А еще теперь XC60 очень сильно похож на старший XC90. Особенно впереди, благодаря все тем же фарам молот Тора. Интерьер тоже создан по мотивам старшего XC90. Я бы назвал этот дизайн премиальным скандинавским минимализмом. Отличные натуральные материалы и отделки в сочетании с довольно простыми линиями и современными трендами. Главный акцент – большой вертикальный монитор на центральной панели, с помощью которого можно не только выходить в интернет и подключаться к смартфонам, но и управлять почти всеми системами автомобиля. Физических кнопок в салоне почти не осталось. Далее по списку. Четырехзонный климат-контроль со специальным фильтром, якобы очищающий воздух от всяческих вредных примесей. Мультимедийная коммуникационная система с улучшенным графическим интерфейсом и, конечно, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Гамма моторов тоже глобально пересекается со старшим кроссовером. Топовый двигатель – гибридная силовая установка для версии Т8. Мощность – 407 л.с., тяга – 640 Нм. Разгон до сотни – 5,3 секунды. Бензиновые модификации – это Т6 с нагнетателем и турбонаддувом мощностью 320 л.с. И Т5, мощность которой для европейской версии 254, но для нашего рынка будет 249 л.с. Еще будет два дизеля – D4, мощностью 190 л.с. и D5, мощностью 235 л.с. Коробка – только восьмиступенчатый автомат. Следуя традициям, Volvo XC60 предлагает бескомпромиссный набор систем безопасности. Так, например, известный по другим моделям компании комплекс CitySafe, дополнен новой функцией автоматического подруливания. И если на дороге неожиданно возникает препятствие и электронные мозги понимают, что оттормозиться перед ним невозможно, автомобиль сам изменит направление движения, чтобы избежать столкновения. Ассистент работает на скоростях от 50 до 100 км в час и, как заявляет производитель, значительно повышает шансы избежать столкновения, например, с вылетевшим навстречку автомобилем или крупным животным. Также электроника готова подстраховать водителя и взять на себя управление, если в момент перестроения в слепой зоне окажется другой автомобиль. Опционально на новый XC60 можно установить комплекс по поводу автономного вождения, который берет на себя функции рулевого управления на скорости до 130 км в час. Правда, Volvo подчеркивают, система работает корректно на дорогах только с четко различимой разметкой. Так что в России этой опцией нужно будет пользоваться очень аккуратно. Производиться новый Volvo XC60 будет на родине брендов Швеции. Первые экземпляры сойдут с конвейера уже в апреле. Следом стартуют продажи на европейском рынке. А вот до России новый кроссовер доберется лишь к концу года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова